Толкокопия вышла, у него наручники на руках, и он сам с собой рассуждает, разговаривает. Ну, это на самом деле не сам с собой, а с кем-то. Больше ничего, кроме наручника, будем так поднимать, да? Да. Защищаем его физический биоробот с защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Улдиса в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с его тонкой копией поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы прессуем Улдиса. Интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Он сейчас смотрит на свои наручники, у него еще на голове сейчас видно, как такая шляпа с полями широкими, и они как крылья машут вверх и вниз. Нормально. Он доверит. Он не знает, откуда наручники, это шляпа над его головой. Нет, что это, снимите с меня. Сейчас все уберем. Хорошо, скэнер просканирует сейчас Улдиса, сними эту шляпу над головой, включая все сопутствующие чипы, датчики, импланты и конвекторы, связанные с ней, они пульсируют. Скэнер выводит, отключает все полностью и сними также наручники, выведи их из биополя. Как все это выходит, формируется в шар и отправляя в клетку тюрьму. Ну, пошел процесс. Ну, тут шляпа, она снимается от нее, как проводки идут с чипиками небольшими. Конечно. Готово. Наручники тоже в клетке. Отлично. Больше ничего не мешает сканированию? Нет. Даю команду на счет риска, скэнер 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 пространство над головой Улдиса, под ногами, 360 градусов вокруг него. Расскэнер скэнер скэнер все семь тонких тел Улдиса, находит все. Это рептилоид, два крея. Конечно. Конструкция в виде шляпы этой. Еще кто? Дальше у него Лизард. Лизард? Да. Лизард, хорошо. Вернее, у него стоит синий дракон, потом Лизард и Бес. Какой Бес? 9. Такой синий дракон? 12, 38. Какой у нас рептилоид? 89. Ты лаборант? Да, я лаборант. Хорошо. Сколько ты с Грейми находишься в этом биопуле? Какая причина этой подключки, этой шляпы? Чипы, которые подключены к этой шляпе, выживлены в мозговые части, в разных точках левого-правого полушария. Не надо называть это шляпой. Это устройство очень тонкое, но содержит много информации. Хорошо, мы сейчас продолжим наш разговор. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии УЛДИСа спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные патогены, низкая абрационная энергия, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к УЛДИСу. Усилие потоки в 100 раз. Хорошо. Какая цель этой подключки? Это он с вами разговаривал? С кем он разговаривал? Когда мы его поднимали, он разговаривал сам с собой. Он разговаривал сам с собой, решая, как ему лучше, сопоставляя, анализируя. Он постоянно прокручивает в голове разные ситуации, сравнения, воспоминания и анализируя. События. Анализируя данные события, сопоставляя с прошлым. Это ставит его на одну линию. Он не идет по ступени, он движется по линии, собирая все события в один момент. Это ваша конструкция как-то связана с этой привычкой, или как это назвать, с этими действиями? Или этот анализ у него присутствовал уже долгие годы до вас? Может, вы усиливали как-то этот процесс? Мы усиливали чипами, как я уже сказала, вставленными в разные места головного и спинного мозга. Как у нас с реверсом, Вера? Идет? Идет пока. Сколько вы находились в биополе со своей конструкцией? Рептилоид 2 Грея? Около 4 лет. 4 года. Лизар, сколько ты находился в этом биополе? 8 месяцев. Реверс закончился. Устанавливали фильтр с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Улдис забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Усилий потоки в 100 раз. И забирая из конструкции рептилоидов и Грея все родные энергии. Все, что на чистоте Улдиса, находится по праву, забирая назад. Усилий потоки в 100 раз. Синий дракон, сколько ты присутствуешь в этом биополе? Года 3 месяца. Без, сколько ты присутствуешь в биополе? 4 года. Ты ему наручники одела. Зачем? Заковала его. Ну, объясни. Руки и ноги. Объясни, какая цель, что ты от этого получал, что у него болело. Болело. Ну, понижал ты ему вибрации или что ты делал, когда ты ему наручники одел? У него лярвы есть в этих местах на запястьях? Затемнение есть? Затемнение есть. Ковал я его. Ограничил. Приковал. Со мной рядом, чтобы был. С тобой рядом в плане, чтобы не выходил из дома? Или не развивался? Ну, не совсем. Чтобы далеко не ходил. Недалеко от дома? Или недалеко в своей жизни? Без, не говори со мной абстрактно. Мне надо полностью информация, иначе ты мое время воруешь. И то, и другое. Хорошо. Его энергии, чтобы были рядом со мной. Ты живешь в доме? Присутствую. И осторожишь порталы наверняка, да? Кто еще присутствует в этом доме, кроме беса? Не портал, а портал. Хорошо. Итак, рептилоид Греи. Там стоит ваша плата? Плата стоит. Значит, присутствуете. Синий дракон, есть твои платы? Нет. Значит, синий дракон и лизард не присутствуют. Бес присутствует. Хорошо. Реверс заканчивался. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Итак, ты говорил рептилоид, там чипы находятся у него в головном мозге. И они еще там есть? Нет. Эта конструкция вышла полностью. Лизард, выходи, вытаскивай в свое гнездо. Где ты сидел? Сердечная чакра? Горло? Что это было? Горло. Как ты воздействовал на него? Голос менял интонацию. На грубую? На какую интонацию? На разную. Бизжащую от тонкого до глубокого голоса. И тем самым он вырабатывал какую-то энергию, которая тебе была интересна? Связки, как струны. Напрягает связки, как струны. Хорошо, здесь все понятно. Выходи, вытаскивай в свое гнездо, отключайся полностью и возвращайся назад. Снял. Синий дракон, выходи, вытаскивай в свои платы. Куда ты их поставил? Сердечная чакра, но это не платы. А что это? Это как небольшой аппарат для изучения чувств, человеческих чувств. Ты пассивно находился или ты активно находился? Ты воздействовал через этот аппарат, вызывал какие-то эмоции? Этот аппарат принадлежит мне. Через него транслируются чувства на мою чистоту. Это как переводчик, только не слова, а чувства, чтобы я мог понять, что он не значит. Но он как-то доставлял какой-то дискомфорт Улдизу, твой переводчик? Это не без потери энергии, да, какую-то часть энергии он терял на перевод. А так как перевод происходил практически 24 часа в сутки, я думаю. Это трудно назвать перевод. Это обозначение человека на язык моей цивилизации. Чтобы было понятно, как он чувствует и какие еще оттенки этих чувств существуют на Земле. Это называется конвектор, и он конвертирует сигналы на другую частоту. Ладно, оставим эту тему. Итак, все у нас все убрали. Или нет, стоп, без. Нет, у нас все есть еще. Без, конечно. Хорошо, без. Где находится лярва в биополе Улдиса? Где затемнение есть у него. Где? Только на руках или еще где-то? Руки, ноги. Хорошо. Хочешь получить их? Чем? Выходи, вытаскивай сначала все, что ты оставил на месте, доложи, что ты все снял. Я дам отдельную команду, можешь забрать эти затемнения. Приступай. На ногах утешелить или они? Готов. Разрешайте забрать затемнение. Забирай, возвращайся назад. Готов. Даю команду на рассинхронизацию Улдиса с рептилоидами, двумя греями и их конструкцией. Лизардом, синим драконом, бесом и его наручниками. Пошла рассинхронизация. До 100% заканчивается автоматически. Готов. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Честно. Помогаемая энергия отстегнуть все каналы на счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, канал уходит на переработку. Закрывая печатаю, растворяю. В квартире у нас находятся платы. Греф. Лизард, синий дракон, не находится, бес находится. Лизард, ты больше никогда не выйдешь в это биополе, тебе это понятно? Понятно. Готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Лизарда. Забирает, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Синий дракон, ты тоже никогда больше не придешь в это биополе. Тебе это понятно? Да. Я хочу получить слово синего дракона, чтобы больше не придешь. Да, слава. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. Забирай, что принес, уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растарей. Хорошо, Бес, я сейчас отправляю тебя в квартиру Улдиса. Собирай сначала все, что ты там оставил на своей частоте. После этого ты мне покажешь все порталы, которые находятся в квартире. Или там один портал, ты сказал, я закрою. И соберу тебе еще весь негатив, дорогу, которая находится в этой квартире. Устраивает? Устраивает. Открывается портал в квартиру Улдиса, 1, 2, 3. Бес уходит в этот портал. Забирай, что принес, закрывай, опечатывай, растарей. Готово. Лия, прошу тебя выйти со мной на связь. На связь, Лия. Приветствуйте, Лия. У меня здесь рептилоид, лаборант 89-й, 2 Грея с конструкцией. Собирали что-то. Человек сам с собой общался. Забираем на проверку. Тебе нужна их конструкция? Нужна. Хорошо. Забрали. Хорошо, у нас должны были наручники остаться. Остались? У нас наручники и вот эти усилители, они как ботинки грубые стоят. Открывая, поднимем воронку в галактическое ядро. И это все уходит на переработку. Закрывая, опечатывая, растареем. Поехали дальше. Хорошо, Улдис, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Какая-то тихая радость внутри и чистота. Милая улыбка на лице. Энергии приятные, мягкие, родные. Значит, мы все правильно сделали. Сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа и сразу перейдем к чистке вашей квартиры. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Улдиса в его систему биоробот-душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки и извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта. Квартиру Улдиса ты видела. На четыре ты стоишь перед входной дверью его квартиры. Один, два, три. Ты перед квартирой. Да, я здесь. По всему передвину пошел процесс. Гредка установилась в зале. Хорошо. Здесь арахноет. Бес. Кто фантом? Как очертание. Кого? Человек? Нет, как клякс. Берес, что это такое? Что это за фантом такое? И воронка. Хорошо, и воронка. Бес? Энергия. Откуда она здесь взялась? Он в окно показывает. Что там видно? Туда пришла. Это летающая какая-то, блуждающая клякса или что это такое? Сгусток энергии, да. Негативы. Это кто-то выкинул этот негатив и вот он прилетел в это окно или как это понимать? Нет, это больше выброс космической какой-то энергии. То есть это... Маленькие магнетики друг к другу склепленные. Тогда по-любому с бесом никак не связано. Да, бес? Нет, не связано. Открывая под этой фантом воронку в галактическое ядро, уходит на переработку. Закрывая, печатывая, растворяй. Под воронкой открывая портал в галактическое ядро и воронка уходит на переработку. Закрывая, печатывая, растворяй. Готово. Давай начнем с плат Греев. Платы Греев подсвечиваются, ты их видишь четко, ясно. Они в спальне. Открываю воронку в галактическое ядро внизу. Один, два, три. Срываете платы, они все уходят на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Арахноид, выходи. Собирай всю свою паутину, потомство. Если есть ничего, не забывай, возвращайся назад. Приступай. У меня потолок на балконе, сетки. Готов. Ты больше в эту квартиру не придешь, тебе это понятно. Ну, понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. Забирай, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Вес, ты свое все собрал? Собрал. Пошли по квартире, показывай. Портал я и закрываю, собираю тебе негатив. Он два портала показывает. Один в спальне. Да. Это стена, где кровать стоит. Под этой стеной открываю воронку в галактическое ядро. Портал фантом и частицы портала уходит на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. И второй? И второй – это на кухне в области вытяжки. Под вытяжкой внизу открываю воронку в галактическое ядро. Портал фантом и частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, опечатываю, растворяю. Готово. Все? Да. Возвращаемся к клетке. Даю команду на четыре энергии эмоций, мыслей и чувств. Здесь два средних шара сформировались. Под космическим открываю воронку в галактическое ядро. Уходит на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Хорошо, бес, твой шар забираешь? Да. Отправляю бесу. Готово. Найди себе новое место обитания, мы все здесь будем закрывать. Все понятно? Найду, найду. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте беса. Забираю, что принес, уходит на свою чистоту. Закрываю, опечатываю, растворяю. Готово. Под клеткой, открывая воронку в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Готово. В режиме. Есть. Хорошо, мы здесь закончили. Отключаемся от квартиры. И поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел подъем. Продолжение следует.